Ну что, соскучились по мне? У вас музыка очень классная, но под нее можно только уснуть. Ребята, всем привет, вы на канале Акстар, и прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что уже через несколько дней мой концерт в Москве. Не знаю, остались ли там билеты, но если что, ссылка в описании, и вот как раз с концерта в Москве начинается мой первый гастрольный тур. Да, дальше мы отправимся в Питер, потом в Краснодар, потом в Екатеринбург, и за ним в Новосибирск. Ребята, билетов остается все меньше и меньше, поэтому успевайте, ссылочка в описании, я вас там очень жду, Илья тоже там будет. Классно проведем с вами время, а это будут незабываемые концерты. Крутой переход, но не обязательно вставлять. Да, я не буду, конечно же. Ну что, на первой части уже больше миллиона просмотров. Обалдеть. Конечно же, ребята, ботаны и рокеры возвращаются к вам. Что важно, я хочу сказать, что для второй части мы приберегли самые крутые реакции, поэтому я уверен, что эта вам часть еще больше зайдет. Ну а смотрите, мы записали всего две части, третью часть мы еще пока не записывали, поэтому все зависит от вас. Если вы хотите, чтобы эта рубрика осталась на канале, то тогда поставьте лайк обязательно, можно даже авансом сделать лайк, а потом, если не понравится, ну, уберешь, ничего страшного. Да, и про телеграмму запускай. Точно, про телеграмму. Мне знаете, какая идея пришла? Ты уже понял, что я хочу сделать? Нет. Вообще, я очень не хотел этого делать и расставаться с ней, но подумал, что это будет на самом деле очень культово и легендарно, если я разыграю эту гитару, эта новая электрогитара, которую я специально купил. Она снялась в двух частях рокеров, она просто новейшая, очень круто звучит, очень красивая, и давайте ее разыграем. Поэтому, если хотите поучаствовать в розыгрыше этой электрогитары, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я и проведу розыгрыш. Ну и в целом, в моем телеграмме много всего интересного и классного выходит про мою жизнь и всякие бэкстейджи или не вошедшие реакции, поэтому обязательно туда подписывайтесь. Да, недолго она у тебя просуществовала. Да. Ну вы знаете, что сегодня будет, а ботоны будут перевоплощаться в рокеров и делать крутые штуки. Не забываем подписываться на этот канал, ставить лайки, писать комментарии, это все очень важно. И приятного просмотра. Добрый вечер. Добрый вечер. Максим, Илья, вот мы с вами. Я откликнулся вот на вашу заявку. Да, очень понравилась нам... Ваша история? Задумка. Да, что вы... Идея. Мы бы хотели... Поучаствовать. Попробоваться. Это хорошо, а что вы умеете? Ну, я как... И ты писал вообще что-нибудь? Что я играю? Нет. В общем, мы... Мы одноклассники в музыкальной школе. Точнее, мы уже закончили музыкальную школу, поступили в музыкальном училище. Когда оно поступило? Два года назад. Мы на втором курсе. У нас весьма достаточный опыт музыкального владения инструментами. Классическая музыка. Аранжировочная постановка. Теория, гармония. Идотоники. В общем, написание музыки мы тоже что-то понимаем. Я вообще гитарист, это мой... Это барабантик. Фильм. Мит мой. Привет. А почему рок? А просто любим рок, обожаем. По нам не видно? Ты дурак, по нам не видно. Но нам действительно интересно это направление. Более того, я вам скажу, что мы изучали конкретно направление русского рока. И мы достаточно много знаем про это. Мы изучали стилистику. Весьма осведомлены. Много подводных камней. А как вообще вы пришли к рок-музыке? Я с детства увлекался музыкой, особенно роком. Я вылез на песнях. То есть вы, мне Илья не рассказывал, вы уже давно в роке, да? Или как это вообще? С самого детства давно. Я вылез на песнях и пел таких исполнителей, как Юра Фой, Панк Рофф. А у вас группа своя давно? Да нет группы. Почему вы вот сейчас собираете себе музыкантов достаточно во взрослом возрасте? Ну, за свою жизнь я накопил много интересных моментов, которые я хотел бы сэмблинировать в творчество и развивать это. Потому что не представляю жизнь без музыки. Что это за жизнь? Это редко быть. Работаю водитель, как бы. Томлюсь иногда. Единственное, что мне помогает свободно дышать, чувствовать себя человеком, это творческий процесс. Поэтому... Решили в музыку, значит, мощно ворваться. Да, дать джазу, так сказать. Не то, чтобы мощно, а просто реализовывать свой потенциал, который во мне есть, и я его чувствую. Тогда вам повезло, вы по адресу. Возможно, сейчас по нам так и не скажешь, но я считаю, что вам действительно с нами повезло. И поработать с таким человеком, у которого столько опыта жизненного, это класс. Мы как раз искали, понимаете, мы инструменталисты. Я гитарист, он барабантик у нас. Вот нам как раз не хватало человека, который будет писать песни, а у вас вы как самое то. Мы абсолютно не приветствуем всю современную музыку, считаем, что это абсолютно дно, и мир катится просто к чертям собачьим и к трем аккордам, но... Это хорошо, ребят, ну давайте посмотрим, чтобы полуменьше воды, что вы можете... На самом деле, мы просто обожаем рок. Хоть мы и играем классическую музыку, но рок... Извини. Рок просто в сердце, он в душе. Мы сейчас переоденемся, чтобы вам сыграть, уже нормально будет все. Да, нормально. Угу. Да. Да, нормально. Да, вот так, в общем, мы переоделись. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Далее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в целом на 20 минут таких песен можем набрать штук. Да, или можно вообще не 5-6 песен, а 3-4 сыграть. Просто мы каждую растянем. Подольше. Минут, да, на 5. Вообще это легко будет сделать. Ребят, это такая классная песня. Она мне так нравится, но совсем не то, что нам нужно. Мы, наверное, бы хотели что-то живое такое завершить. Наш классный вечер. Поэтому спасибо вам. Но песня была суперская, классная. А, то есть вы хотите именно такое более что-то такое... Насколько бодрое, да? Более развратное что-то такое. Не, мы хотели бы просто, чтобы у людей было хорошее настроение. Мы бы хотели зафиналить вообще какой-то такой яркой взрывной музыкой, чтобы люди прям запомнили этот день. Ладно, слушайте, у нас есть другое представление немножко. Да, зад дороги не будет. Я понимаю. Более живое, более бодрое, то, что вам нужно. Если дадите возможность, мы можем чуть-чуть другое сыграть. Ну ладно. Ладно, давай. Ага, все, сейчас. Две-три минутки. Да. Маргарита, вы готовы? Да. Да. Давай зажгем. Две-три минутки. Две-три минутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это круто, ребят. Это то, что нам нужно. У нас такие композиции еще есть несколько штук. То есть на 20 минут вот такого можем зарядить классно. Защиты все, все. Вот такие вот, такой формат нам нужен. Это вообще бомба, круто. Кайф, слушайте. По костюмам не перебор, как думаете? Да, не совсем развратно. А то мы так не привыкли, честно говоря. Да, кожа на задней. То, что надо, то, что надо. Реально круто, вы молодцы. Вот это то, что надо. Привет, это Электрогитара. И Паша решил разыграть меня в своем телеграм-канале. Обязательно участвуй. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы ознакомились с вашим объявлением. Мы решили показать вот так вот вживую, как мы звучим. Да, нам понравилось. Мы бы очень хотели у вас выступить, так сказать, дать джазу. Чтобы вы не переживали, потому что у вас так много вопросов было. Мы решили вот так сразу все в таком формате и обсудить. Ну хорошо, а в уроке? В русском? Да. Вообще мы выходцы музыкальной школы и сейчас учимся в музыкальной училище. Это мой лучший друг. Наш хлеб и соль это классическая музыка. Но хочу отметить, что мы изучали историю русского, русского и русского рока. Мы достаточно осведомлены в этом вопросе. У нас достаточно хорошие оценки. Четверки, пятерки. У меня только пятерки. У кого-то только пятерки. Это абсолютно не имеет никакого значения сейчас. Еще какое значение это имеет? Это имеет значение. Я работал учителем и научным сотрудникам Российской Академии Образования был. Поэтому для меня вот эти оценки, они очень ценные. Значит, вы ребята простойные. Я рада, что вы знакомы, да. И мне тут тоже очень важно донести моему внуку. Он у вас вообще русский рок слушает или нет? Если раньше были некоторые группы, ясные, понятно было. Московские, питерские, новосибирские, сверновские. То сейчас невыобразимое количество всех. Волоколадский, полетелебургский. Кто-нибудь сейчас слушает, очень большое разнообразие. Вот хотелось бы мне найти группу, которая несет для него волну. Да, я понял. Значит, задача выступить максимально круто так, чтобы ему понравилось и чтобы он потом вдохновился этим роком. Да, да. И вот я смотрю на вас. Прикид у вас, так сказать, такой классический. А есть другой? Конечно, у нас разные у нас есть образы и для рок-концерта тоже, конечно, имеется. Стилистика нам известна и понятна в целом. Там классические джинсы, косухи, кожа, сейпочки. То есть перевоплощаться мы умеем. Потом и линзы могу надеть, чтобы не как в очках, как лошпед. Как вы смотрите на кино? Мы знаем много разных, мы можем кино вам сыграть. Да нет, ну кино с удовольствием. Тем более, когда я прогуляюсь по Москве, по Арбату, прохожу мимо стены, то там всегда играю. Мы, конечно, естественно, ни в коем случае не превзойдем его, но постараемся сделать достойно. Так, чтобы было не стыдно. Я понял, вы в уроке, да. Но это самое, на понке какие инструменты? Я играю на гитаре, вот барабанчик сидит. Да, мной освоены ударные установки разного типа. Там-тамы, там-томы, там-ямы. А гитаре все использует, другие там, типа гармошки, там еще чего такого. В смысле губной? Гитара, вокал, все по классике. Гитара, вокал смычковый, он достаточно... А какие смычковые-то используете? Проходил курс подготовки скрипки в музыкальной школе. А, нет, ну скрипка это здорово, да. Парничке-то 19 лет, ему только вырваться. Не, он после нашего выступления, он полюбит рок, я вам обещаю. Понимаете, такой заряд толчок именно тех, кто сейчас знает и понимает, как играть в эту эпоху. У вас очень крутая, отличная идея, и мне очень нравится ваша цель. Ты, хватит болтать, пойдем. Сейчас мы тогда быстренько переоденемся и сыграем вам что-нибудь. Хорошо, жду. Держи, Капподастер. Юрий, вы готовы? Да, готов. Вот такой у нас есть прикид. Вдохновлялись Полом Маккартни, Джоном Ленноном, Элвисом Пресли немножко. Такое удивительное, что я сейчас читаю географию Джона Леннона. Теплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на собаках Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Голуба крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве, пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Ну вот как-то так получилось. Да, ностальжи. Ностальжи. Это то, что внесет мне вдохновение. Понравилось? Конечно, я еще и вспомнил, когда я его слушал предпоследнее выступление Вики в Мужниках. Все это так напомнило, все воедино и просто, ну, впечатлило. Здорово. Ну, я очень рад, что нам удалось все-таки передать. Вот эту вот энергию, да? Ту самую, да, энергию. Да, это то, что Вики внес, и вот до сих пор представляют большую цену. Мы максимально постараемся сделать так же и даже лучше. Ну, лучше загнул, конечно, тоже. Не лучше, чем, чем Сой, а лучше, чем и сейчас. А, лучше, чем сейчас, да, конечно. Да, не, ну, это прекрасно, да. В общем, спасибо вам большое, что выслушали нас. Я надеюсь, мы вам понравились. Финальное решение не обязательно, конечно, сейчас говорить, но... Можете подумать, да, потом... Подумайте, написать, мы вам еще, может быть, отправим видеофрагмент. Да, я буду ждать, да. Все, хорошо, спасибо большое, до свидания. До свидания, были очень рады познакомиться с вами. До свидания, да. На всякий случай просто решил еще раз знакомить, что? Отпусти, пожалуйста. Что, вот эту вот красоту я разыгрываю в своем телеграм-канале. Обязательно участвуй, ссылочка в описании. Впервые я запускаю курс по тому, как играть на гитаре аккордами и петь. И на самом деле это гораздо проще, чем кажется. И после его прохождения вы будете играть огромное количество востребованных, популярных песен вот на гитаре. И можете их петь просто в любой компании. Но что самое классное, не просто научитесь их петь с аккордами, А еще будете знать всякие соляки и проигрыши, вступления. Короче, максимально крутую аранжировку песни. Например, это. Или это. Короче, будете играть все эти песни максимально круто, но кроме этого вы еще и сможете сыграть абсолютно любую песню, потому что вы будете обладать всеми навыками, чтобы круто играть и петь абсолютно любую песню. И самое главное, сейчас я приглашаю вас на бесплатный курс Мечта гитариста. Мы выделили всего 10 тысяч мест, и каждый из вас получит по 5 уроков. Мы с вами освоим, узнаем вообще о принципах игры на гитаре, как это все устроено, и споем вместе с вами нашу первую песню. Пройдете его и потом решите, хотите учиться дальше или нет. Абсолютно бесплатно. Просто нужно найти гитару и зарегистрироваться по ссылке в описании, и попробовать себя в роли гитариста, и научиться, наконец, круто играть на гитаре и петь, чтобы все во всех компаниях офигевали, что вы теперь крутой гитарист. Кто не понял, бесплатно учу играть и петь на гитаре. По ссылочке внизу в описании регистрируемся и приходим, я вас очень жду. Так, в прошлый раз у нас было больше кожи. Давайте сейчас, кто до сих пор смотрит это видео, до сих пор, да, пишите, больше кожи, рок-то дрожи. Рок-то дрожи, пишите в комментариях, если вы все еще смотрите. Мы будем знать, кто свои очки и кто реально крутой. Ну что, надеемся, надеемся, вам это видео понравилось. Если так, то тогда поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы вас очень любим, очень ценим, читаем все ваши комментарии. Пишите их побольше, пожалуйста. Вот некоторые думают, я не напишу, все равно не прочитают, а вот неправда. И я беру и все читаю. Поэтому... И я. Да и он тоже, да. И он вверх головой. Не забывайте так же, разыгрываем электрогитару новейшую. В своем телеграм-канале обязательно подписывайтесь и приходите на мои концерты. Все, до встречи на концертах и в следующих видео. Пока.